Минтруд планирует разрешить работодателям увольнять сотрудников в связи с утратой доверия. Данный вопрос сейчас прорабатывается в ведомстве, в ближайшее время, возможно, будет внесен в Госдуму на утверждение. Представляете, красота какая! Будешь носить мне кофе, но я не официант. Ты утратил, мое доверие уволен. А теперь совсем по-русски. Сегодня вы защищены трудовым кодексом и уволить вас просто так ни один начальник не может. Например, плохо работает или не справляется со своими обязанностями или опаздывает регулярно и так далее. Но, повторюсь, придется доказать этот момент. Возможно, даже в суде предлагаемая же формулировка фактически развязывает руки любому самодуру, давая ему право выгнать человека с работы без объяснения причин. Уволен? За что? Да доверие ты мое потерял, а еще представьте себе такую запись в трудовой книжке и куда вы потом с ней? Все еще счастливы, что голосовали за стабильность? Начинаем! Кстати, давненько тему выборов не поминали добрым словом, а в России между тем полным ходом идет избирательная кампания. Интересно, а вы что-нибудь об этом слышали и никто не слышал? Какая-то странная избирательная кампания. Ни тебе листовок, ни встреч кандидатов с избирателями, ни роликов агитационных или хотя бы газеток, что на растопку потом хорошо идут. Ни-че-го. А избирают, на секундочку, мэра Москвы, губернатора Московской области и не только в Московской области. В моем родном Екатеринбурге парламент, в Саратовской области вообще депутата Госдумы. Разумеется, я за всеми этими кампаниями слежу, вот только незачем особо следить-то тишина, как на кладбище. Даже Алексей Анатольевич Навальный притих, хотя вру. Высказывался он по поводу выборов московских пару недель назад и только потом притих. В Москве идут какие-то выборы. Какие-то выборы? И меня про них спрашивают и говорят, Алексей, что ты думаешь по поводу московских выборов? Очень сложно вообще обнаружить, что в Москве идут какие-то выборы. К слову, знаете, что меня удивило? А ведь он уже не сторонник бойкота. Напротив, идите, говорит, ребята и голосуйте за кого угодно, лишь бы не за Сергея Семеновича. Вот это поворот. Я хочу пойти на избирательный участок. Я призываю всех голосовать. Это выборы, которые могут быть в два тура. Поэтому, в принципе, голосование за любого, кроме Собянина, понижает его рейтинг. Главное, чтобы он не прошел в первом туре. Но самое забавное, когда я в феврале говорил о том же самом, мол, пойдемте, за кого угодно проголосуем, лишь бы сделать второй тур, я пальчиками получал письма и сообщения, мол, фу, продался. А вот как только данной идеей разродился оппозиционер номер один, народу оно понравилось. Люди вдруг прозрели. Да-да-да, кричат сегодня сторонники Алексея Анатольевича. Это мудрое решение, так и надо поступить. Слушайте, в очередной раз просто убеждаюсь, нашим соотечественникам без пастуха никак. Может, на нашем гербе пора уже вывеску сменить. Орлана-барана, например. Это реальная журналистика и сегодня о том, чего нет, о выборах. Поехали! Впрочем, пока шла заставка, подумалось, зря я наговариваю на пиарщиков Сергея Семеновича и Единой России, потому что эти ребята все-таки шевелятся на фоне всех остальных-то, по крайней мере. Не так давно вот в Рунете акцию для молодежи замутили, собрали топовых блогеров с миллионной аудиторией, дали им денег и попросили расхвалить московские парки, набережные, дороги, рассказать, как при действующем мэре столица преображается. Короче, задача стояла промыть молодняку мозг по полной гайке. Лидеры мнений расстарались. Мол, ребята, гляньте, красота-то какая, ляпота. Да, город сказка в город мечту превратился, и все это случилось за какие-то 10 лет. Вам смешно? А пипл схавал. Я снимаю выпуск в Москве в удивительном и очень красивом месте парке Горького. Очень, ребят, мы сейчас приехали в парк Горького. Именно поэтому мы решили прийти в парк Горького. Сейчас я нахожусь в парке Северного речного вокзала. Чуть назад парк выглядел совсем иначе, будто им никто не занимался. Который за последнее время очень сильно преобразился. Сейчас же преобразилась и улица, и Москва в целом. Да еще и вход был платным. Мало того, что он стал бесплатный, так сюда еще и можно просто приходить. Примечательно, что все это дело очень сложно назвать агитацией, потому что как таковой агитации в данных роликах нет. Ребятки не призывают голосовать за конкретного кандидата. Они не перечисляют заслуг действующего мэра столицы и вообще не называют его фамилии. У нас у журналистов это называется джинсой или скрытым пиаром. То есть тебе вроде никого или ничего не навязывают, но в голову при этом вкладывается мысль. Посмотрите, как все хорошеет при данной-то власти, а вы ее ругаете. Вон парк преобразился, набережная суперовой стала, дороги новые строят, ну и так далее и тому подобное. Действительно, зачем менять такого золотого главу города на кого-то другого и прямо в яблочко? Молодняк, который смотрит кино от данных сам себе режиссеров, в политике не шарит. И тем не менее, по возрасту эти люди уже избиратели, а значит им просто надо грамотно надуть в уши и в сентябре там молодежь. Сделает все как надо. Киселев до данного организма не достучится, Собянин тоже не достучится. А вот кумир их Коля Соболев, у этого мальчиша получится. Сразу же хочется пояснить, вот если я часто бываю в Америке и одеваю футболку на видео с надписью USA, это еще не значит, что я продался Газдепу. А если я говорю хорошо о московском парке, это еще не значит, что я агитирую за власть. Продал свое мнение. Что вы такое сочиняете? Парк Горького это мое любимое место в Москве. И облагораживание этого парка за последние годы это заслуга не одного человека, а огромного количества людей. При этом я вижу большую принципиальную драматическую разницу в том, чтобы похвалить место для отдыха и мэра города, в котором находится это место. Еще один классный момент во всей этой ситуации, момент оплаты трудов, вот этих вот, прости господи, лидеров мнений. Вот если бы они прямо за действующего мэра агитировали, им бы пришлось регистрировать официальные СМИ, аккредитовать эти СМИ для участия в предвыборной гонке. Деньги, опять же, официально со счета на счет кидать пришлось бы, с избирательного счета кандидата, а там налоги и бла-бла-бла. В общем, геморрой с законом бы пришлось подружиться. В истории же, о которой рассказываю я, все намного проще. Рекламное агентство «Колобок» заключает договор с мэрией Москвы, получает деньги из бюджета за как будто бы социальную рекламу из бюджета, повторюсь, и все шито-крыто. Заказчик, не затрачивая ни копейки собственных средств, получает результат. Пропагандуша – денюжку хорошую, плюс дружбу с серьезными дяденьками, что наверняка превратится в будущем, а барашки, да кто о них когда думал по-настоящему? Прикиньте, какого уровня мошенническую схему вы сейчас наблюдаете, но по суду не прикопаешься, короче, нас опять кинули, а мы можем только руками развести. В России красят составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю. Отдельная история кандидаты, например, в московские мэры. Слушайте, а кроме Собянина в Москве ни одного приличного человека больше не нашлось, кто мог бы претендовать на должность градоначальника? Я смотрел на фамилии кандидатов от оппозиции, от политических партий, кто все эти люди? Ну, про Красовского что-то слышал, да и то потому, что коллега мой сексуальную ориентацию человека предлагаю оставить в покое. А еще свои первые большие деньги Антуша заработал лет 10 назад. Тогда большой популярностью у россиян пользовалась соцсеть «Одноклассники» и будущий претендент на должность московского мэра создал в ней группу «Милосердие». Начал собирать деньги на лечение героев всяких слезных историй, дальше рассказывать, куда те деньги ушли. Впрочем, Антоша все равно не прошел муниципальный фильтр, даже ориентация не помогла. Итог. Список кандидатов в Москве сегодня выглядит так. Собянин и еще 4 каких-то чувака. Впрочем, трое от политических партий, а четвертый реально интересный товарищ – Михаил Балакин. Его зовут основатель строительной компании СУ-155. Да-да-да, это та самая, которая то и дело дольщиков кидала. Там кинули, сям кинули. По всей стране-то СУ-155 гремела. Калининградский блогер рассказал, ему постоянно поступают письма от отчаявшихся получить свое законное жилье людей, которые пострадали от скандально известного застройщика СУ-155. Вот чтобы люди немножечко успокоили, чтобы у них появилась надежда и уверенность, точнее, в будущем, не могли бы мы взять эту проблему, вы взять на контроль. А сегодня до участия в выборах мэра столицы мужчину из скандальной фирмы допускают. Я это к чему? А к тому, что вот такие вот люди идут во власть и их регистрируют без проблем. Нормальный человек соберется избраться, найдут какие-нибудь 20 рублей налогов, недоплаченных в бюджет, или 3,50 в ценных бумагах за бугром. Киселевы, Соловьевы тут же активизируются, начнут блажить. Криминал рвется к кубышке, а уже через день вся страна станет обсуждать на кухнях. Ты посмотри, он же жулик, картошкой за свой счет торгует. И не стыдно ему людям в глаза после этого смотреть. Впрочем, эту песню, похоже, не задушишь, не убьешь. К себя только добавлю. Какие избиратели такие, кандидаты, они достойны друг друга. Ладно, не хочу продолжать, это была реальная журналистика, сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка на нее сверху, больше полезного и интересного. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже есть чем поживиться. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Школа танцев Вероника приглашает именно тебя, именно тебя на курс обучающего танца. Журавль, Журавль. Следующий. Джессика Пауэр, Джессика Пауэр. И вот эти все моменты. Саратов, Саратов. И насос. Только тебя, только сейчас мы приглашаем на первый бесплатный урок. Пойдем. Пойдем, я прошу тебя. Пойдем. 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 Пойдем.